Детей и подростков надо защищать людей с неустоявшимися этическими парадигмами. В сознании ребенка еще не сформировался не эротический внутренний мир, эрос в полной степени не стал определять его личность, не этический мир. Надо защищать детей, сделать так, чтобы они росли людьми в традиционном смысле этого слова мужчинами и женщинами, хотя я не осуждаю тех людей, которые сами какие-то испытывают какие-то девиации, в конце концов, грех приходит для того, чтобы с ним бороться. Я считаю, что искажение человеческой природы, естественных свойств человеческой личности, это грех, естественно. Но каждый человек испытывает тяжелые помыслы, каждый человек испытывает отклонение внутри себя, это свойство свободы, между прочим. И идти к погибели. Поэтому идти к погибели, да, каждый человек может. В какой-то степени каждый человек идет, каждый человек сопротивляется. Но взрослый человек, детей и подростков надо защитить от этого. Когда человеку исполняется 18 лет, он сам может делать выбор, как ему жить, с кем ему спать, с мужчинами или с женщинами. Я против пропаганды публичной девиации и разных девиантных форм, гомосексуальности, например. Но я также против преследований гомосексуалистов за то, что они являются гомосексуалистами. Я просто считаю, что необязательно рассказывать всем о своей половой принадлежности. Мне могут возразить, мне возражают. Но вот ты же появляешься с женщинами, это же показывает о том, что ты мужчина. Когда я появляюсь с женщинами, я совершенно не педалирую эрос в моих отношениях с женщинами, между прочим, в нормальной ситуации. Но когда человек входит и он говорит, я вот живу с мужчиной, допустим, он говорит какой-то человеку, что он живет с мужчиной, это означает, что он заведомо педалирует эротическую тему. Все должны почему-то вникать и входить в его положение. Живи с кем хочешь, с мужчиной, с женщиной, с кошкой, с собакой, хоть с жареной картошкой. Но в своей частной жизни. Мораль, как известно, это выдумки общества, это выдумки так называемых отцов общества, которые сами зачастую эту мораль нарушают. Я предпочитаю говорить об этике. В России нет устоявшихся этических ценностей. Мы подменяем моралью этику, а мораль зачастую противостоит той этике, которые являются или основаны на по-настоящему ценностных каких-то важных вещах. Поэтому, да, защита детей это важно. Специальные издания или специальные фильмы, которые провоцируют буйное, эротическое детское развитие, должны быть предоставлены только взрослым. Дети должны быть от этого защищены, безусловно. От вторжения взрослых, сознательного, циничного вторжения или случайного хаотического вторжения взрослых проблем в их детской жизни. Ну а взрослые должны сами разбираться, на мой взгляд. Я за свободу слова.